Сегодня на заседании исполнительного комитета был принят ряд важнейших решений, которые касаются так называемого фонда социального жилья. Что это за фонд? Фонд социального жилья формируется для людей, которые в силу тех или иных причин, если говорить простым языком, не могут снять себе жилье по коммерческим рыночным ценам. Для того, чтобы как-то поддержать этих людей, в 2018 году был принят закон Украины о социальном жилье. Соответственно, сейчас мы приняли ряд решений, в частности, это установили ставку, так званая опосредкованная в арте житла, которая позволяет определять категорию людей, которые могут претендовать на это социальное жилье. Кроме того, мы сформировали в очередь, по сути, документы, которые формируют очередь, и сам непосредственно фонд этого социального жилья, и определили перечень документов, которые должен подать заявитель для того, чтобы стать участником этой программы. То есть первое, что такое опосредкованная в арте житла? На сегодняшний день она составляет 968 гривен. То есть если доходы человека или семьи ниже, чем 968 гривен на человека, или меньше прожиточного минимума, то такой человек имеет право на получение, на получение так называемого социального жилья. Соответственно, он готовит необходимый перечень документов, подает этот перечень документов в департамент городского хозяйства, и департамент городского хозяйства, рассмотрев этот перечень документов, формирует, ставит человека в очередь на получение социального жилья. Кроме того, есть фонд, в который наполняется, скажем так, квартирами, общежитиями, которыми располагает городской совет, и в частности это объекты из коммунальной собственности, по которым определенным способом рассчитывается плата за аренду. Она, естественно, на порядок ниже рыночной. И если человек в очереди, скажем так, уже подошла очередь, и действительно есть соответствующая квартира, то этот человек получает жилье, стоимость аренды которого на порядок ниже, чем рыночная. Но есть один нюанс, надо понимать, что за это жилье в любом случае придется заплатить, пусть это будет льготная цена. И второй нюанс, это мы обязаны, как орган местного самоуправления, постоянно мониторить финансовое и материальное состояние человека, чтобы четко понимать, что этот человек попадает в категорию людей, которые имеют право на получение социального жилья. Городским советом начал формироваться так называемый фонд социального жилья. На сегодняшний день в этом фонде около пяти квартир. То есть мы его начали формировать месяц назад как раз для категории лиц, которые имеют право на получение этого жилья. Естественно, когда человек подает документы и попадает, скажем так, претендует на это социальное жилье, то мы принимаем от него пакет документов, проверяем, что его доходы и материальное состояние меньше в месяц, чем обсорудкованная вартисть житла или прожиточный минимум. И тогда мы понимаем, что этот человек имеет право на получение этого социального жилья. Продолжение следует...